Денис Соколов Парки и баталии развернулись и в Башкирии, на Кубке Урала и Приволжья по комбат-самообороне. Его участники тоже боролись за путевки, только на чемпионат страны. В итоге в Пензу в конце февраля поедут 13 удмуртских атлетов. Они выиграли 19 наград, 5 из которых золотые. Они на счету Одинцова, Амельинюка, Ахмедзянова, Бахмутова и Андроникова. А вот героиня нашего следующего сюжета сегодня довольно успешный тренер. Она вывела в мастера уже не один десяток лыжниц, но мечтает наставника большим. А в олимпийской медали одной из воспитанниц. Она и сама грезила об этой награде, будучи еще девчонкой, и добилась этого. Хронология победы из уст двукратной олимпийской чемпионки Тамары Тихоновой прямо сейчас. Из деревни Ковалева в Александрово, что в Киевском районе, Тамаре Тихоновой приходилось каждую зиму бегать на лыжах в школу. Туда и обратно 4 километра. Ей суждено было стать знаменитой лыжницей. Тамара Ивановна не скрывает. Еще будучи девчонкой, она мечтала выиграть олимпийскую медаль. Всегда хотела придумать какой-то моторчик под колодкой, чтобы у меня лыжи быстрее ехали, как-то что-то кого-то обмануть, чтобы выиграть и прийти первой на олимпийских играх. Конечно, мечтала. 23-летняя студентка из Ижевска устроила на олимпийской лыжне в Калгари настоящий переполох. В Канаде Тихонова выиграла 2 золотые и 1 серебряную награды. До третьего олимпийского золота на 5-километровой трассе ей не хватило чуть больше секунды. Конечно, обидно, но, как Раиса Петровна Сметанина сказала, «Томочка, это твои медали. Серебряная, значит, это твоя. Золотая, значит, она сегодня не твоя была». Мне вот эти слова на все же запомнились. Запомнила и сделала выводы. Все, что не делается в жизни, все к лучшему. Этому принципу Тихонова следует до сих пор. Считаю, что каждый человек должен, наверное, делать свое дело, где что получается. Например, вот мне всегда говорят, то, что у тебя подруги, это Лариса Лазутина, Люба Егорова депутатами стали в Московской области, в Петербурге, Люба. Но эта политика не для меня, я считаю, ни депутатства, ни руководящей должности. Я хочу вот именно работать с детьми. Наверное, это моя тренерская работа. Тамара Ивановна сегодня отвечает за женскую сборную Удмуртии. Говорит, это ее дело, ее призвание. Воспитанницы Тихонова уже добились первых серьезных успехов в спорте. Светлана Бочкарева стала победительницей первенства России. Он очень хороший тренер, мы очень любим, он относится к нам, можно сказать, к своим детям. Очень хорошо нас воспитывает, следит постоянно за нами, переживает. На тренировках, конечно, бывает строго, но это как бы оправданно. Все, она переживает за нас, хочет, чтобы мы добились тоже высоких целей. Я считаю себя невеликим тренером и, наверное, не быть великим тренером. Я спасибо Господу Богу, что я уже стала великой олимпийской чемпионкой. Задача поставлена, и Тихонова с ней обязательно справится. Она всей душой болеет за лыжный спорт. Говорит, в Удмуртии еще будут олимпийские призеры. И она к этому приложит свою руку. Очередной матч в рамках МХЛ накануне провели в хоккеистской жесткой стали. Наша команда открыла счет в Нижнем Тагиле в игре с местным спутником-юниором. Это сделал Виталий Яковлев. Но дальше забивали только хозяева. Причем забивали много. Восемь раз. Итог поединка. Восемь-один. В пользу нижнедагильцев. Молодые сталивары остались на шестом месте, имея в копилке 22 очка. На пути к Сочи мы продолжаем цикл материалов, посвященных нашим олимпийцам. Тем, кто в феврале и марте выйдет на старт домашних зимних игр. Итак, наш сегодняшний герой – паралимпиец, слэш-хоккеист Руслан Тучин. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так про свои успехи в спорте говорит Руслан. Но это сейчас. А тогда, 10 лет назад, после трагедии на железнодорожном полотне, в которой он лишился обеих ног, Тучин был долго в депрессии. Ну просто даже на улицу боялся выйти. Мне было стыдно. Я стеснялся с инвалидностью. Даже в плане реабилитации я сейчас спокойно, вот как начал заниматься, я спокойно начал выходить на улицу. Уже как-то вот, мне перестало казаться, что на меня все смотрят как-то не так. А потом встретились ему на жизненном пути хорошие люди. И Руслан Серьез увлекся слэш-хоккеем, стал чемпионом России и мира. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причину, считает Тучин. Хочешь изменений в своей жизни, хочешь результата в спорте, прими волевое решение и работай каждый день до изнеможения. Иначе нельзя. Мне раньше тоже думалось, что это нереально как-то попасть. Даже я от кого-то слышал, что говорили, о, слэш-хоккей, да, к вам туда нереально просто попасть обычному человеку. У нас, можно сказать, все парни-то вот с деревень еще откуда-то, может, все тоже так думали. Это вполне реально, это все. Осуществимо. Да, осуществимо, да. Верить, связаться все это, ну вот, с нашим тренером, руководителем. Сейчас Руслан месяцами пропадает на сборах. С домашними видится редко, говорит, очень скучает. Особенно по трехлетнему сыну Ромке. Общение с ним в основном по скайпу, но это дело временное. Вот выиграет на Паралимпиаде в Сочи медаль, можно будет и отдохнуть. А пока мечту свою, считает Точин, надо осуществить. Я даже мечтать об этом не мог, если честно. Работы проделаны очень много. Много затрачено и времени, и физических, и эмиральных, и всех-всех-всех сил. Вот, я думаю, это даст, конечно, свой результат. Сейчас Точин вместе с земляками-хоккеистами отправился на сбор в Чехию. Первая игра в Сочи на Паралимпиаде 8 марта. Руслан уверен, начнут турнир они с победы. И в завершении выпуска важная информация для любителей лыжных гонок. Всероссийская акция «Лыжная Россия-2014» из-за сильных морозов переносится со 2 на 9 февраля. Место проведения и время остается прежним. Старт воскресенья на Комблисе Кулаковой будет дан в 12 часов дня. От парка Кирова до спорткомблиса каждые 20 минут будут курсировать автобусы бесплатно. Что ж, удачных и бодрых вам выходных. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин